Добрый день, в эфире «Итоги недели» в студии я и мой коллега Аршалуис Магдесиан. Добрый день, Аршалуис. Приветствую, Става. Давай побеседуем на самые важные темы последних, ну, приблизительно 10 дней. Начнем со встречи, трехсторонней встречи в Брюсселе, которая прошла между премьером Армении и президентом Азербайджана при посредничестве председателя Европейского Союза Шарля Мишеля. И обобщим главные все-таки итоги и результаты. Кстати, Мишель был очень доволен этой встречей, он ее назвал продуктивной и назвал это очень таким большим, важным шагом в направлении так называемого мирного договора. По-твоему, каковы главные итоги? Ну, то, что удалось эту встречу организовать сам по себе, событие достаточно, ну, можно приветствовать, да, достаточно хорошее, потому что, ну, всегда переговоры лучше, чем какая-то стрельба. И нужно учитывать, мы знаем, что все это было организовано после вот последней беспрецедентной эскалации, которая случилась в зоне Карабахского конфликта в той части Карабаха, которая контролируется миротворцами. То есть, тогда были вооруженные столкновения, судя по заявлениям, есть погибшие с обеих сторон. То есть, после этого принятие вот такого документа, заявлений и сам факт встречи достаточно, ну, позитивно, по крайней мере, да. Если это будет в итоге, так скажем, достигнутые в Брюсселе договоренности, будут претворены жизнь в плане того, что Армения и Азербайджан создадут все-таки эту комиссию под элимидацией и демаркацией, и Армения и Азербайджан приступят к работам по заключению Минской, по заключению мирного договора, то это значит, что они сделали еще один шаг к тому, чтобы чуть-чуть отодвинуть войну от себя в сторону и начать там реальные, или, так сказать, субстантивные переговоры по умиротворению ситуации, вообще по урегулированию конфликта. Но здесь очень много в этом уравнении, ни один и ни два, очень много этих иксов, да, потому что... Для армянской стороны больше, конечно. Для армянской стороны особенно, да, неизвестных, очень много неизвестных. Первое. Мы не знаем, куда и каким образом, каким образом в сторону будут затрагивались вопросы Карабаха. По итогам брюссельской встречи об этом вообще ничего нет. Это главное опасение и озабоченность. То есть термин «карабахский конфликт», «карабах» и так далее, этого всего нет. Подразумевается это, может быть, да, во время... подразумевался во время обсуждения в Брюсселе, наверное, стороны все-таки четыре с половиной часа разговаривали. Наверное, они не пришли к согласию по Карабаху и решили просто так обобщенно заявить о том, что они достигли согласия по тому, чтобы начать какой-то процесс по мирному соглашению. Ну, конечно же, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном без урегулирования карабахского конфликта, это просто невозможно. Или стороны будут заниматься вот делимитацией, демаркацией всех других армяно-азербайджанских, чисто между Арменией и Азербайджаном, те проблемы, которые есть, урегулированием этих проблем, и Карабах будут оставить за... выводить за скобки всего этого и оставят там для того, чтобы решить с будущим. Но это разные сценарии. Есть сценарии, есть в этом плане несколько сценарий. Это просто замораживание ситуации таким образом в плане вот статуса Карабаха, что этот вопрос не будем затрагивать, этот вопрос оставим на потом. То, что говорила Россия прямо после войны, да, многие в Армении поднимали вопрос статуса Карабаха и так далее. Тогда Россия говорила, что давайте этот вопрос не будем затрагивать сейчас, это есть, отставим на потом. Сейчас фактически все об этом говорят. Просто это, об этом говорят, но делают это таким образом, как будто... Возможно, об этом говорят за кулисами. Как будто это их, вот новое, их новое предложение на самом деле. То есть это в каком-то плане, это, так скажем, кипрский сценарий, то есть конфликт на Кипре есть, но никто этот вопрос пока не поднимает. Они живут, то есть не стреляют. И есть там косовский сценарий, наверное, это означает уже там разделение военно-спасения, да, так скажем. Но это у нас в головах, это нужно держать в голове, но пока, я так понимаю, стороны к таким вопросам даже близко не подошли. Но, тем не менее, они обсуждают, во всяком случае, потенциальный договор предполагает признание территориальной целостности друг друга. И вот здесь-то и самый главный, так скажем, риск для армянской стороны, что именно этим Карабах будет признан. Да, но здесь, опять-таки, здесь очень много, то есть асимметрия подходов. Для армянской стороны вопрос Карабаха не является вопросом территории. Вопрос Карабаха является вопросом, проблемой нации на самоопределение, да, то есть право нации на самоопределение. У Армении территориальных претензий формально к Азербайджану нет. Поэтому, когда Армения говорит, да, мы согласны там признать территориальную целостность Азербайджана или там подписать с ней какое-либо соглашение по этому вопросу, подходы Армении заключаются в том, что Карабах – это за пределами всего этого находится. Карабах – это вопрос права народа на самоопределение. То есть, поэтому вопрос Карабаха будет с точки зрения Армении и Еревана, я надеюсь, до сих пор так, будет рассматриваться отдельным пакетом, отдельно. А что касается вот именно признания территориальной целостности и так далее, ну, армянские власти практически всегда говорили, да, мы никаких претензий к территории или территориальной целостности Азербайджана не имеем. И в прошлом, и сейчас. Далее, если хронологически, то встреча, переговоры министров иностранных для России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзаяна в Москве, уже после брюссельской встречи, мы увидели довольно-таки такого раздраженного, недовольного Лаврова в связи с тем, что, да, была встреча с Мишелем при посредничестве Мишеля, но не упоминалась Россия, ее усилия. Все-таки при усилии России были достигнуты все прежние договоренности. И очень такое конкретное заявление о том, что минская группа не хочет работать с Россией, то есть остальные члены. То есть притворились в жизнь все эти опасения в связи с тем, что война в Украине, все-таки и противостояния России и Запада дойдут также и до минской группы. Как под вымыли? Это все-таки какой-то такой, может быть, не очень постоянный момент. Ну, в том виде, который существовала минская группа до войны в Украине, сейчас она в этом виде, в этом формате не работает. Это понятно. Сейчас она простаивает, но отдельные страны-сопредедатели этой минской группы, они работают. Россия работает, Франция работает, США работает. Вот сегодня французский сопредседатель находится в Армении. Есть сообщение, что вскоре может приехать в Армению сопредседатель Соединенных Штатов. Россия в постоянном контакте находится со стороны, но уже не на уровне сопредседателя, так скажем, да, а на уровне президентов постоянно на земле решают какие-то задачи, потому что, ну, это понятно, у России больше инструментов, потому что здесь российские войска находятся, именно в Карабахе. В этом плане, да, но те опасения, которые были, что вот украинский кризис окончательно подведет какие-то черты в взаимоотношениях России с Западом, это есть. Это есть, и Минская площадка в этом плане была одна из немногих. Если не сказать единственная, где они скоординированно работали. Да, где Россия, где Россия, США и вот Франция работали на общее дело. То есть они хотели примерять Азербайджан с Арменией. Там была конкуренция тоже была. То есть конкуренция, о котором сейчас говорят, что вот сейчас начнется конкуренция, кто будет больше или сильнее мирить Армению с Азербайджаном и так далее, там было, до этого тоже было. Вообще за последние 10 лет там было бесспорное лидерство России в этом формате. Но антагонизм-то не был такой открытый. Но антагонизма не было. Здесь проблема в другом, чтобы вот эти противоречия, они не превратились в того, чтобы они стороны начали мешать друг другу. Дублировать функции какие-то, да, чтобы вот Брюссель настаивал, например, или Вашингтон настраивал, чтобы то, что договорились там в России, еще раз там было заверено, визирование все это, то есть было заверено все это в Вашингтоне или в Брусселе, или наоборот там у Лаврова там появились вопросы, а что означает это вообще формирование комиссии Будды, лимитации, демаркации в апреле, если мы об этом договорились уже в ноябре в Сочи. Здесь, наверное, российская сторона беспокоилась о том, что будет ли российская сторона принимать в этом участие, потому что в Сочи была именно ссылка на то, что российская сторона при запросе обеих сторон будет принимать в этом участие, в вопросе делимитации, демаркации, потому что карты находятся, советские карты находятся в российском генштабе. То есть здесь очень много вот таких технических моментов могут возникать с геополитической, так скажем, подоплекой, которые могут и помешать процессу. Ну, и получается, что Ереван должен как бы лавировать уже между Брюсселем, Вашингтоном, Москвой. Ну, не только Ереван. На днях намечается визит Никола Пашиняна в Москву и встреча с Путиным. Ну, да, не только Ереван, но понятно, что мы обсуждаем именно нашу часть, как сделать так, чтобы вот эти все усилия, они шли не вразрез, а как-то взаимодополняли друг друга и продолжали друг друга. Это будет зависеть от активной дипломатии армянской стороны, чем Армения пока хвастаться не может. То есть нужно, чтобы армянская сторона в настоящее время прикладывала все дипломатические усилия, чтобы страны-сопределители Минской группы ОБСЕ, они работали опять, хоть в рознь, хоть вместе, они работали на общее дело, чтобы там между ними существовали какие-то там каналы связи, сообщения. Может, Ереван быть этим каналом, там, я не знаю. Но все-таки они работали на общее дело. В первую очередь, чтобы не допустить эскалации конфликта. Во-вторых, чтобы там не был некий мирный процесс, который будет протекать в яло текущее, плохо, хорошо, но будет протекать. И это будет гарантом, в качестве своеобразом того, чтобы вот конфликта не было и эскалации не было. Посмотрим, к чему приведет встреча Николы Пашиняна и Владимира Путина на днях в Москве, обсудим итоги московской встречи. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!